Вадим Юрко Олимпиада, я думаю, что не присутствует на самом деле так активно в нашей передаче. Я думаю, что, наверное, мы все-таки зададим такой достаточно банальный вопрос, как себя чувствует компания Инго Страх, что происходит, какие у вас новости. Как дела на страховом рынке? Как дела на страховом рынке. Ну, а дальше у нас есть, конечно, вопросы для нашей аудитории, связанные с продажами. Вот что у вас сейчас происходит? Как дела в целом? Ну, начнем с Олимпиады. Ну, можете с Олимпиады. Конечно, что Инго Страха и Олимпиады – это сейчас новость номер один, потому что мы являемся из страховщиков единственными партнерами. Надеемся, что до конца Олимпиады ничего не случится, потому что мы застраховали не только объекты, но и сборную, и много чего еще. В рамках этой Олимпиады наша эстафета олимпийского огня, наконец-то, которую мы также поддержали, пришла, и огонь зажегся таким. Если говорить о ситуации, то нормально себя чувствуем, если не считать, что мы активно готовимся к кризисным явлениям, которые, очевидно, наступают в автостраховании. Готовиться начали еще в прошлом году. Не буду углубляться, действительно, это больше относится к таким макроэкономическим и регуляторным вопросам, нежели к конкретным бизнес-кейсам. Но компания активно готовится к так называемым худым годам. У нас ситуация, наверное, не такая плохая, как у многих компаний за счет веса, объема и тех резервов, которые существуют. Но, тем не менее, оптимизируем все, что можно оптимизировать. Но это связано, в первую очередь, с не очень хорошей динамикой, но, можно сказать, что уже, наверное, не динамикой самого автомобильного рынка. Два фактора. Даже, я бы сказал, три. Первый фактор – это, конечно же, динамика самого рынка. Вряд ли мы в этом году увидим рост автомобильного рынка, скорее увидим снижение, там оценки разные. Второй – это ситуация с регулированием автострахования и небезызвестные ситуации с судами, когда мы, по сути, не можем найти точку опоры. То есть мы по-разному с клиентом и судом смотрим на размер выплат, на необходимость выплат. Здесь страховщику очень тяжело без какого-то понятных правил игры, без понятного какого-то мейнстрима существовать, то есть прогнозировать свои выплаты. Ну и третье, конечно, это замедление темпов экономики в целом. С точки зрения как раз того, что вы упомянули, достаточно на сегодняшний день много это обсуждается. И в прессе, в профессиональной прессе, то судебный, соответственно, порядок возмещения привел к тому, что появилось большое количество профессиональных, не всегда, наверное, адекватных и добропорядочных игроков, то есть консультантов, юристов, которые на самом деле ставят перед собой задачу взыскать максимальные суммы со страховых компаний. То есть такой стал профессиональный бизнес. Такое тоже есть. Я не хочу здесь дискутировать на тему плача Ярославна страховых компаний. Наверное, все-таки надо честно признать, что это некий такой маятник, который сначала был на одной стороне, теперь он качнулся в другую сторону. Другое дело, что в нашей стране вот эта амплитуда, она всегда слишком полярная. Если бы он качался в каких-то пределах более взвешенных, тогда, наверное, всем было бы проще. То есть мы, страховое сообщество, в целом, конечно же, получили в ответ с очень большой инерцией тот маятник, который мы сами, собственно говоря, запустили в середине и начале 2000-х. Вадим, с автор страхованием понятно. Какие, на ваш взгляд, сейчас тогда отрасли более приоритетные по страховым услугам являются? Или планируются? Или какие-то прогнозы, может быть, делаете? Ну, по поводу отраслей, тут ситуация, наверное, скорее по видам. То есть у нас для многих компаний, не секрет, там основным локомотивом были обязательные виды страхования. Собственно говоря, с добровольными видами страхования, в принципе, компании не дорабатывали. Даже вот смотреть по проникновению, там ничто пока не может сравниться с ОСАГО, со страхованием ответственности в корпоративном секторе, ну и так далее. Поэтому для любой компании сейчас там кровоугольный камень – это развитие именно добровольных видов страхования. Это, если смотреть в ритейле, я думаю, что про него, наверное, более интересно поговорить. То есть это имущественное страхование, это страхование жизни, здоровья. И, собственно говоря, в страховании автотранспорта, в моторном страховании – это те страховки, которые, ну, скажем так, были до этого некими такими экзотическими. То есть страхование, например, какого-то там отдельного элемента, либо страхование утери товарной стоимости как отдельный вид страхования, либо страхование, ну, не знаю, там, вещей в автомобиле. То, что с чем человек может, ну, гипотетически столкнуться. Может быть, вы там не столько переживаете за потерю всего автомобиля. Сколько сумочки у них, кстати. Совершенно верно, совершенно верно. Разбили стекло, вытащили сумочку, да. Все, вся жизнь в сумке, как обычно, да. Готовы за это заплатить, там, тысячу рублей в год. Ну, в принципе, многие готовы. А при этом, ну, вы считаете, что ваш автомобиль, например, не подвержен таким рискам, как там кража, потому что он вне этого сегмента находится. Вот, поэтому вот такого рода продукты сейчас для любой страховой компании являются таким фокусом, да. То есть научиться работать с той базой, которую многие набрали на обязательных видах страхования, и научиться эту базу развивать за счет кроссейла, апсейла и всех инструментов работы. Вы упомянули такой хороший достаточно термин «продукты». И вот, я думаю, что нашим зрителям, да, было бы вообще интересно узнать, у нас, на самом деле, первая передача с представителем страховой компании. Вообще, насколько уместны продукты, коробочные решения в страховании? Ну, абсолютно уместны, абсолютно уместны. Страхование – это такой же инструмент обычной жизни человека, ну, как бы, должен, знаете, как и любой другой финансовый сервис. Если вы покупаете, там, мобильный телефон, и для вас уже стало очень обычным этот телефон брать в кредит, да, и это стало каким-то достаточно таким коммодити, да, то есть продуктом стандартным для клиента, то почему страхование должно отличаться? Поэтому страхование активно, конечно, идет в такой вот обычный, так называемый, ритейл, а там без стандартизированных продуктов не обойтись. Другое дело, другое дело, что здесь нужно понимать, что мы торгуем некой ценностью для клиента, да, то есть мы не просто торгуем некой бумажкой, за которой мы взяли деньги, мы должны, как бы, продавать ценность. А вот здесь, опять же, существует некая опасность, что индустрия может перестараться вот с этой коммодизацией продуктов, по факту клиент не получит той ценности, которую он покупал. Вот, то есть здесь очень такой нужен баланс, когда мы продаем то, что мы обещаем, но мы это и выполняем, ну, и клиент понимает, что он покупает. То есть, если вы упрощаете продукт, а эта тенденция, ну, она общемировая, то вот этот вот эффект навязывания продукта, введения клиента в заблуждение, он должен так минимизироваться, да, то есть предельно простые и ясные продукты. В этом, в принципе, не только страховая тенденция, но и банковская тенденция, да, то есть клиентов вот очень сейчас все меньше, и клиенты менее, скажем так, покупают какие-то сложные продукты. То, что было там в начале 2000-х, там наоборот вроде как пытались синтетически сложные продукты. Сейчас этого и нет, сейчас общая тенденция просто понятна, удобна, ну, и доступна. Ну, и достаточно, на самом деле, тоже ограниченная, понятная линейка продуктов, да, для того, чтобы, как раньше, например, очень было популярно у мобильных операторов, да, у них было огромное количество тарифных планов, да, и, соответственно, у абонентов в какой-то момент, соответственно, возникала проблема, да, то есть я не понимаю, на каком тарифе я сейчас нахожусь. Что же выбрать? Да, что же выбрать. А можно ли в таком случае сказать, что вот такой подход, там, продуктовый, как бы коробочный, во многом приближает финансовый сектор, там, банки, страховые компании, собственно, к FMCG-компаниям, потому что если есть коробки, если есть продукты, значит, есть визуализация, размещение, выкладки, там, лейауты офисов, это, как бы, страховой ритейл тоже ритейл, то есть вот можно ли вот в таком ключе поставить вопрос? Подход, он скорее приближает к телекому, то есть телеком, финансы, они где-то сливаются. В FMCG все-таки вы не узнаете о клиенте столь обширной информации, которая позволяет вам проводить некую там сегментацию и разрабатывать очень таргетированные продукты. А FMCG это все-таки, ну, достаточно такая ковровая бомбардировка, да, а вот финансы телеком, это где-то сливается. Сейчас вот уже сложно понять, то ли банк тебе кредит оказывает, то ли сотовый оператор, да, то ли ты платишь с карточки, то ли ты платишь с телефона. Вот эта вот она, грань, она постоянно, как бы, стирается. И вот если мы говорим, у нас общепринято в России, например, банкострахование, да, то есть есть банки, которые знают своего клиента, и они предлагают страхопродукты, то, например, в Европе там, ну, как бы, наоборот, страхобанкинг, потому что страховые компании более крупные, они имеют обширные клиентские базы, и уже на их основе формируются банковские и иной финансовый сектор. Поэтому я бы сказал, что, наверное, приемы FMCG какие-то мы берем, конечно же, да, но я бы говорил все-таки вот о смычке финансов с телекомами. То есть мобильные операторы сейчас, они, наверное, знают о клиенте, и это я вот проверял самостоятельно, они знают больше, чем, например, банки. То есть им скоринг, например, оказать им гораздо более просто, нежели даже банку. Потому что клиент, когда он дает свой мобильный телефон, мобильный оператор знает о нем роуминги, какие продолжительности роуминга, сколько человек пользуется теми или иными сервисами, а получает ли он там смс, например, от коллекторов с призывами срочно выплатить незастачу и так далее. Там действительно очень глубокие данные, не все как бы законно используют, но тем не менее, и мы также сейчас хотим попытаться вот эти данные, которые есть у других сегментов, да, использовать для оценки нашего риска, да, для того, чтобы правильно тарифы выставлять на ту или иную клиентскую. Ну, кстати, может быть, одна из причин, почему те же самые мобильные операторы, да, ну, скажем так, крупные мобильные ритейлеры, они, в общем-то, стараются продавать через свои розничные сети, продавать те же самые страховые продукты, то есть, по крайней мере, заводить эти продукты в ассортимент и, соответственно, допродавать там вместе с туризмом, там, билетами, как бы. Ну, сейчас это очень такая, знаете, базовая стадия, когда вы продаете стандартные продукты по стандартной матрице «Крусселла». Ну, если ты едешь за границу, тебе, наверное, понадобится страхование выезжающих за рубеж. Если у тебя есть там автострахование, тебе, наверное, нужно застраховать автомобиль и какие-то еще дополнительные. Вот. Более глубоко, когда мы уже такой, как бы, анализ клиента сможем проводить именно поведенчески, тогда там под каждым клиентом будет… Индивидуальное предложение. Индивидуальное предложение, да, оно будет кастомизировано. Большое спасибо. Мы продолжим обсуждение маркетинга, продаж в страховании после небольшого рекламного перерыва. Сейчас нас ждет рекламная пауза. Здравствуйте еще раз. Мы продолжаем программу «Формула продаж». С вами ведущий Росслав Плинк и Татьяна Зайцева. А я напомню, что у нас в гостях Вадим Юрко, начальник управления маркетинга компании «Инго Страх». Вадим, снова здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Вадим, мы в первой части нашей программы поговорили немножечко о страховом ритейле, продуктах, чуть-чуть даже затронули то, что происходит на сегодняшний день на рынке. Но, вне всякого сомнения, то, что, я думаю, любой, как бы, наш зритель может самостоятельно идентифицировать, это то, что происходит в развитии технологий. То есть, независимо от того, хорошее время для страхования, плохие время для страхования, очевидно, что идет очень большое развитие онлайн-страхования, онлайн-сервисов, мобильных приложений. Вот нам было бы интересно, соответственно, услышать от вас вот ваше экспертное мнение, что происходит. Действительно, эта тема одна из самых интересных сейчас на страховом рынке. Мы говорим о том, что рынок онлайн-страхования, по сути, уже сформирован. То есть, сейчас в Государственной Думе на втором уже чтении находятся поправки в закон о страховании и ряд еще специализированных законов, которые, скажем так, легитимизируют базу онлайн-страхования. Если вот так открутить на 2-3 года назад, то ситуация выглядела следующим образом. Многое, что в других индустриях было привычным, страхования не было. Связано это было с тем, что в страховании есть свой закон о страховании, и где прописаны определенные требования к полюсу, к процедуре его оформления, процедуре идентификации клиента. И, например, страхование, в силу того, что оно было всегда обособлено от банковского бизнеса, по сути, имело со стороны закона прямое действие. Центральный же банк для банковского бизнеса выпускал достаточно много внутренних инструкций, которые говорили, что если ты вводишь данные кредитной карты и соответствующие секьюрные цифры, то это считалось идентификацией клиента. Соответственно, вы могли с помощью кредитной карты покупать авиабилеты, достаточно крупная сумма, могли бы существовать покупки в интернет-магазинах, а полисы нельзя было купить, потому что требовалась полная идентификация клиента. Но, тем не менее, жизнь есть жизнь. И очень странно, если клиент, который привык уже, что он онлайн, может сделать покупки на сотни тысяч рублей, почему он не может купить полис за 500 рублей, например. И, соответственно, компании на свой страх и риск, по сути, многие этот рынок открыли для себя, приняв определенные внутренние решения. За это время, наверное, рынок вырос в разы. Если мы говорим по динамике, он по объемам, конечно же, не может быть сопоставимым с рынками обычным, рынком так называемого оффлайн. Я думаю, что это не более 5-7%, и это, в принципе, хорошие цифры, потому что в Европе примерно столько же, в пиках, в некоторых странах доходит до 10%, может быть, 12%, но не более. А темпы роста этой сферы онлайн-страхования, они самые большие. То есть мы там за два года, мы каждый раз удваиваемся, и пока мы не видим потолка. Мы растем, и это единственный рынок, который набирает обороты. Что же произошло? Произошло, собственно говоря, очень просто. Был запрос от клиента, что я хочу покупать полисы онлайн. Почти все компании сделали калькуляторы, научились принимать деньги с помощью кредитных карт, научились принимать деньги в счеты оплаты убытка, если вам надо франшизу, например, заплатить, либо какой-то очередной платеж. Многие компании научились онлайн предоставлять данные о статусе урегулирования. То есть эти сервисы, они все, конечно, развиваются. И запрос клиента реализуется практически с колес. То есть мы говорим о том, что это развитие клиент-ориентированных технологий, а в первую очередь клиент-ориентированных технологий – это сделать клиенту такой сервис, чтобы клиент имел минимальную необходимость посещения физических офисов или какого-то там дилерского центра, чтобы он мог самостоятельно многие вещи сделать. Вадим, а это возможно только на сайте или есть какое-то мобильное приложение, которое позволяет всегда с собой использовать услуги? Дело в том, что это все, вы совершенно правы, дело в том, что все это уже сейчас смыкается. То есть, конечно же, например, наше мобильное приложение развивается параллельно с сайтом. Конечно, я думаю, что мы покажем нашим телезрителям, как это выглядит. То есть если мобильное приложение позволяет уже не только заявку на полисы оставить, но оно позволяет уже прямо с мобильным приложением приобрести полисы, например, полисы ВЗР или какие-то простые полисы имущества. Оно позволяет осуществить урегулирование, что уже следующим этапом. То есть мы уже имеем достаточно большое количество урегулирований, когда люди, находясь в ситуации ДТП, фотографируют свои машины, отмечают на специальной диаграммке, какие элементы повреждены, и отправляют эти заявки. Это все работает. Здорово. Соответственно, этот сервис, он, понимаете, где-то смыкается. То есть разница между сайтом, мобильным приложением или каким-то B2B-решением его становится все меньше. Что такое B2B-решение? Ведь агент, по сути, это наш внутренний клиент. То есть это некий человек, который оказывает дополнительный сервис. Следующим проектом у нас является запуск вот такого мобильного решения для агентской сети. Для того, чтобы агент мог обслужить клиента полностью в режиме онлайн на месте. То есть ему не надо больше никаких БСО, ему не надо больше никуда пересылать фотографии. То есть он сфотографировал на смартфон или на планшет кнопку «Отправить». Все фотографии ушли, все необходимые документы приложены. Соответственно, полис, деньги получены, полис выпущен. Он его может отправить на печать, может отправить на e-mail клиента. То есть это равнозначные вещи. Ну, тем более, на самом деле, это вопрос уже не просто развития ради развития. То есть вопрос уже необходимости. Потому что для более молодой аудитории смартфон уже становится естественной средой обитания. Ну, смотрите, мы два года назад сделали изменение сайта. По статистике, которую мы замеряли на два года назад, со смартфонов и мобильных устройств было не более 15% посетителей. Сейчас количество людей, которые просматривают сайт с планшетов и смартфонов, достигает уже 50-60%. Это очень высокий показатель. Очевидно, очевидно, что люди все больше и больше вот именно такой вот серфинг переводят на таблетки, на смартфоны и так далее. То есть хотя раньше была, собственно говоря, ситуация, что они заходят с обычно рабочего компьютера и там все это делают. Это, собственно говоря, требования к юзабилити совершенно другие ставят. Это требования к простоте, то, о чем я сказал раньше, совершенно другие предъявляют. И это требования предъявляют к функционалу. То есть теперь не просто мобильное приложение, а это целый личный кабинет, где я могу всю свою историю хранить, смотреть и так далее. Если у вас есть страхование, например, у вас, я не знаю, вы, наверное, в течение года вряд ли там коммуницируете с страховой компанией, если у вас ничего нет. Это основная... Я, наоборот, очень благодарна, когда мне напомнят продлить полис. Вот, вот, вот. Собственно говоря, развитие вот этих сервисов, оно обойдет выгодно. Во-первых, мы не теряем связь с клиентом, потому что мы всегда вовремя напомним, подскажем, сориентируем, подберем лучшее предложение. Если мы видим, что у клиента есть какая-то заинтересованность, да, потому что мы видим все ваши поиски, мы видим все ваши заявки там или какие-то расчеты. Вот, ну и также мы, конечно, там вовремя все продлим, напомним там и все остальное. А по сути мы сейчас говорим, что Ингострах вывел в онлайн-магазин все полисы добровольного страхования, какие возможно продавать без осмотра. То есть там, где есть осмотр, мы, конечно, пока еще физически вынуждены контактировать, ну, потому что в России пока не сложился рынок, например, там, страхование каска без осмотра. Там в Англии он существует, потому что есть страховая история, тебе, в принципе, не нужно там смотреть автомобиль, потому что он либо застрахован где-то, либо у него есть история, да, то есть он только что проданный. В России пока вот точка осмотра есть. Немножечко вернемся из онлайна в офлайн. Существуют такие проекты, да, когда страховые компании приобретают или создают, например, собственные сети поликлиник. И в частности такой проект есть в компании Ингострах. Вот что для вас значит этот проект? Это попытка улучшить как бы страховой сервис, либо это просто некий дополнительный источник, соответственно, маржинальности, доходности на продукте, который как бы очень тесно связан. Вот такого рода проекта. Я думаю, что здесь надо смотреть в общей парадигме, то есть страховщик отвечает перед клиентом за всю цепочку. Вот очень сложно отвечать за клиента. Он говорит, вы знаете, я вот станции технического обслуживания при клинике деньги перечислил. А то, что у вас там плохо отремонтировали или плохо полечили, извините, это не моя проблема. Вот в этом плане Ингострах всегда как бы хочет отвечать за тот сервис, который он дал клиенту. Если в ситуации с дилерскими центрами мы пошли по пути, скажем так, стратегических таких соглашений, да, то есть мы действительно отвечаем за качество сервиса. Если клиент обратится и скажет, что его сервис не удовлетворил или еще что-то такое, мы будем, да, разбираться с этим сервисом. Потому что это мы направили клиента. В ситуации с поликлиниками рынок сложился несколько хаотично. То есть, ну, во-первых, этих поликлиник было достаточно мало. Из-за этого произошло, ну, очевидное завышение цен, что, ну, делало этот бизнес, по сути, неприбыльным. То есть, имеется в виду бизнес именно медицинского страхования. А Ингострах в какой-то момент принял решение, что он должен управлять всей цепочкой, да, то есть устраивать такую вертикальную интеграцию. То есть, это первое качество, которому мы отвечаем перед клиентами. Второе – это контроль над издержками. Подобные же проекты рассматривались и в автостраховании, но просто там нашли другой путь. Ну, собственно говоря, мы видим этот бизнес достаточно перспективным. То есть, все клиники, которые у нас открылись, идут по финансовым показателям, идут с превышением бизнес-плана. Проблем, ну, скажем так, хватает. Проблемы стали уже, знаете, второго уровня. То есть, в связи с тем, что этот рынок оказался действительно вот достаточно ненасыщенным, то там проблема с персоналом, с помещениями, подходящими при лицензировании. Ну, вот уже второго уровня. То есть, ну, в принципе, если клиника открывается, особенно вот в Москве или крупном городе, где у нас есть достаточно большое количество корпоративных клиентов, застраховавших свой персонал по ДМС, вот как бы показывает очень хороший результат. Ну, могу сказать, что у нас, в принципе, есть определенный дефицит на рынке платных медицинских услуг, поэтому я уверен, что подобного рода проект привлекает не только, соответственно, клиентов Ингостраха, но на самом деле, могу сказать, по своему опыту привлекает и людей, которые не имеют каких-то действующих страховых продуктов Ингостраха, просто потому, что это достаточно современные, хорошо расположенные, соответственно, оплатные клиники. Вадим, большое спасибо за вот такой достаточно обстоятельный, сжатый, но при этом очень обстоятельный рассказ. Мы, как бы, услышали, безусловно, много интересного. Я думаю, что особенно в части онлайн, особенно в части использования приложений, наши зрители, как бы, узнали для себя много нового. Мы с вами были в эфире программы «Формула продаж». С вами были ведущие Ярослав Плинк и Татьяна Зайцева. А в гостях у нас был Вадим Юрко, начальник управления маркетинга компании Ингострах. Вадим, спасибо. До новых встреч. До свидания.